Вот уже на протяжении двух тысячелетий идут споры о том, как же на самом деле произошла гибель Атлантиды и ее народа, атлантов. Великий Платон поведал об этой стране в своих писаниях Крити и Тимей. Ее пытались искать и в Южной Америке и в Атлантическом океане, Малой Азии и Средиземном море. Но все находки заканчивались провалом, так как все найденные места не соответствовали описанию, сделанное Платоном. Он указал ее местонахождение на карте, но по сей день Атлантида является тайной историей. С вами Команч Макс, подписывайтесь на канал и мы продолжаем. Ученые подошли к термину Атлантида разными путями. Одни считали, что Атлантида была названа самим философом Платоном, но его предшественники почему-то называли ее не так и использовали другие названия. Авторы античности считали, что Атлантида является государством и также само существовало, как и Греция. Исчезновение Атлантиды ученые объяснили тем, что она воевала с Грецией, но внезапная катастрофа уничтожила ее. Об этом свидетельствуют различные легенды и мифы. Платон писал, что остров исчез за одни сутки. Однако историю создания страны, как Атлантида, никто не мог объяснить, но началось все с того, что три брата, Посейдон, Айд и Зевс, которые считались богами, поделили весь мир между собой пополам. В итоге Посейдону досталась Атлантида, а также все имеющееся в мире море. В то время на острове проживали несколько человек, Евнар, его жена Ливкипа и их дочь Клейта. Они считались первыми людьми на земле. Посейдон полюбил их дочь и женился на ней. Вскоре она родила ему 10 близнецов. Они же стали царями этого острова. Посейдон активно начал укреплять остров, чтобы защититься от врагов. Вокруг холма люди вырыли три водных кольца и два земляных кольца. В центре холма Акрополя был сооружен небольшой храм, а вокруг него была построена стена из чистого золота. Также на Акрополе Посейдон построил себе дворец, который с каждым правлением нового царя улучшался и процветал. Для своего отдыха и потех были сделаны царские купальни, а люди купались в открытых водоемах. Храм Акрополя был невероятно больших размеров. Его длина составляла более 150 метров, а ширина более 90 метров. Такой же была и высота. Все было окутано золотом и серебром. Атлантида существовала, как отдельное государство, в котором было все, что необходимо для жизни. Множество видов зверей и животных обеспечивали надежное питание всем людям острова. Казалось бы все в этой стране было хорошо и благополучно. Но цари Атлантиды были в скором времени заворожены своим богатством, которое их изгубило. Когда Зевс увидел, что ими правит золото, развлечения и другие лакомства, он решил их жестоко наказать. Он собрал их в главном небесном святилище и произнес речь, которая к сожалению в поиске этого великого острова. Возможно, гнев Зевса был настолько велик, что он уничтожил их. Как было известно, в начале 20 века, Павел Шлиман возглавил экспедицию, чтобы попытаться найти Атлантиду. Также было создано еще две экспедиции на ее поиски. Шлиман являлся внуком Генриха Шлимана, который сумел найти трою. Также он перед смертью завещал конверт своей семье, но мог открыть его тот, кто даст клятву быть всю жизнь исследователем. Павел дал такую клятву. Что же было написано в этом письме? Итак, дед Шлиман при раскопках Трои, в 1873 году нашел сосуд из бронзы очень большого размера, а в нем он обнаружил несколько маленьких сосудов. А также в нем еще были деньги, фигурки, предметы из костей. Также на этих предметах были надписи, в виде иероглифов, которые означали, от Хроноса, царя Великой Атлантиды, но многие ученые этому не верят до сих пор. На сегодняшний день никто не может объяснить гибель Атлантиды. Считалось, что народ, который проживал на этом острове, до сих пор проживает на нашей земле. Но это народ, который эволюционировал и стал намного умнее и мудрее. Возможно это наши предки. В рукописях неизвестных философов и ученых также написано, что цари Атлантиды обладали черной магией и использовали ее в своих целях, так как им было запрещено ее использовать. Возможно, после этого материк распался на несколько малых островов, которые поглотило море. А задолго до нашей эры, произошел взрыв в недрах земли, остров Посейдонис также исчез. Гибель Атлантиды не дает ученым покоя. Они считают, что Бермудский треугольник и есть то место, где находится затонувший остров, так как именно в этом месте исчезают часто корабли и самолеты. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до новых встреч.